Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Валентина Маликова, ресторатора-карвингиста. Валентин, здравствуйте! Ну вот, я так понимаю, вся вот эта красота, которая у нас сегодня на столе, это то, что входит в понятие «карвин». Карвинг, всё правильно. Карвинг – это достаточно древнее искусство, которое было создано ещё в азиатских странах давно, а в Россию и в наши европейские страны это пришло уже с учётом того, что начали ездить туда туристы, увидели эту красоту, решили сами попробовать, ну и в результате это начало распространяться по европейским странам. Вы тоже где-то были, увидели, решили попробовать? Конечно, я отдыхала в Турции, первый раз увидела, когда человек массе работал ножом, необыкновенно зрелище завораживающее, оторваться невозможно было совершенно, отстояла практически целый день, смотрела на него. Ну и после течения своего отпуска приехала и решила попробовать дома. Первый раз кухонным ножом, достаточно всё коряво получилось, достаточно всё по-детски, но потом начала интересоваться интернетом, начала интересоваться книжками. Очень много у меня литературы по карвингу посещать студии, отучилась в Академии карвинга, один курс приняла там, вот, и, ну, в результате вот то, что есть, оно вот и получилось. Как давно этим занимаетесь? Шесть лет. Шесть лет уже? А вот это как хобби или это работа? Нет, это хобби, это параллельно моей большой работе, которая посвящена общественному питанию, ресторанам и кафе и выездным большим мероприятиям, то бишь мы занимаемся очень серьёзно кейтрингом, вот, но это в параллели ко всей нашей работе, потому что это добавляет и изюминку, добавляет эстетики в нашей работе, но и, в принципе, создаём достаточно серьёзный антураж. Даже на свадьбу, вот, когда оформление идёт, нас много заказывать и в другие мероприятия, какие-то, когда вот проходят там, мастер-классы мы проводим, сейчас по школам стал ездить, показывать мастер-класс и знакомить детей с работой общественного питания, с работой поваров, потому что работа повара, она невидимая, но очень-очень интересная и очень значимая, я считаю, что мы все от еды зависимы. Ну, вот это вот не только красиво, но это, наверное, ещё очень кропотливо, да? Насколько много усидчивости требуется? Ну, если уже иметь какой-то определённый уровень, это получается как, на самом деле, хобби, то бишь это вот можно разговаривать, сидеть, вырезать и, в общем-то, друг другу это не мешает абсолютно. У меня получается так, что я сажусь смотреть, например, какое-то завлекательное кино и тоже я сижу, режу до последнего кадра в фильме. Мне это нравится, мне это успокаивает и, ну, приносит достаточно определённое большое удовольствие. А вот как бывает, вы берёте какую-то вот вещь, яблоко, например, фрукт, там, овощ, да, яблоко, и вы уже знаете, что будете из него делать или, наоборот, получается, сидите что-то делать, а потом хоп, птичка получалась? Ну, нет, получается, что, например, ты берёшь определённый овощ под определённый какой-то там цветок, да? Хотя из, вот, например, самые податливые овощи – это дайкон, из него можно сделать всё, что угодно, начиная от цветов, кончая фигурами животных, там, птиц, разные статуэтки, разные там фигуры, ну, в общем, достаточно интересный овощ. Очень интересно работать по тыкве. Тыква, мало того, что просто даёт орнамент и рисунок, можно, опять же, сделать и лицо, и целую картину нарисовать. Но самый мой любимый фрукт – это арбуз. Которые уже сошли, к сожалению. Да, вот они сошли с дистанции, я так и говорю, но я думаю, что это ненадолго, потому что сейчас пойдут уже импортные арбузы, вот это испанские пойдут, они, наоборот, более маленькие, более интересные, на них очень интересные рисунки, можно прям целую розу, например, вырезать. Смотрится очень красиво. Вот, и как оформление из них и вас сделать. Но в основном арбузы идут вот по осени, когда, то бишь, мы делаем корзины, это часть фруктовой композиции. Мы выкладываем красивые фрукты, корзины необыкновенно красивые получать, шариками накатывается там сам арбуз с дыней, и получается съедобная, достаточно вкусная вещь. Ну, жалко есть. Ну, съедается, съедается, все это чистое, все это аккуратно вымоченное в воде, поэтому в любом случае, если человек захотел это скушать, он скушает и никаких проблем себе не наживет. Вот, и морковка естся, репка естся с удовольствием. Даже я сама, я когда режу, я вам сейчас секрет открываю, я поедаю необыкновенное большое количество овощей в плане того, что я когда режу, морковка остается... Ну, это очень полезно. Уходит туда, куда она должна уходить, да, в желудок. Валентина, ну вот для того, чтобы все это делать, чтобы все это видеть, чтобы это получалось красиво, ну, это какие-то художественные способности должны быть? Ну, я в свое время, когда еще совсем маленькая была, в школе художественной училась, потом поступила в школу декораторов-рекламоведов, и так как молодой, не сформированный мозг повернул в другую сторону, а не туда, куда нужно было повернуть, поэтому забросила эту школу и приехала в Рязань дальше. Ну, а там дальше уже профессии больше по торговле. Меня закрутила, завертела. Вот, но то, что у меня есть вот это вот с детства, оно от меня никуда не уходит, оно мне сопутствует и помогает. А какие-то выставки проходят, где вы все это показываете? Ну, бывает, вот, например, когда собираем мастер-классы большие, вот у меня уже два мастер-класса больших было, вот на базе ресторана «Арт Контраст», первый был 3 ноября, да, и вот последний вот в эту пятницу, в эту субботу был. Народ собирается, народ интересуется. В Рязани очень много желающих научиться этому специальности, но будем говорить не специальности, а вот именно хобби, потому что в эту специальность, если себя посвятить, это, конечно, нужно от чего-то отойти. Вот, а для того, чтобы просто как хозяйка умела красиво оформить блюдо, вот этому как раз мы вот на своих мастер-классах и учим. Это ведь не только вырезание из овощей, это можно шикарно оформить просто обыкновенную тарелку, обыкновенным огурцом, и будет обалденное просто блюдо, которое будет подано к столу, да. И плюс ко всему, если даже вот какой-то там цветок из моркови будет стоять вот бивной красивый, да, я думаю, что это тоже прибавляет эстетики, и хозяйкам это тоже интересно. Вот огурцами мы с вами запаслись, спрятали куда-то яблоко, вот яблоко репа, да? Репа, да. Давайте вот что-нибудь сейчас продемонстрируем. Давайте я вам из реп покажу, да, как можно вырезать розочку из репы, и это будет очень быстро, в принципе, мне... То есть мы всем докажем, что это нигде не придумано, ниоткуда не взяли всё своими руками. Ножи для карвинга – это определённые ножи, просто есть определённые наборы, которые в основном здесь карбовочные, они тут и треугольные, и овальные, и большие карбовочные. Карбовочные ножи, они достаточно острые и заточены в определённом углу, потому что есть разные возможности резать овощи. То бишь некоторые режут на себя, некоторые от себя, есть определённые вот свои школы, которые учат вот именно держать нож. Вот я прошла тайскую школу, вот нож надо держать как ручку. Пока проходили как нормально всё было, без последствий, не резались? Ну нет, если уж брать совсем далёкое время, то, конечно, вот этот первый нож, который вот тайский как раз он и называется, он очень острый, он как шилый. Если ты немножко не учтёшь вот эту вот глубину прореза, то, конечно, это идёт в руку. Ну, ничего, заживу. Так же из репки будем делать... Мы сейчас быстро вырежем вот такую розочку красивую. То бишь зачищаем овощи. В общем, прежде чем овощ преобразится в определённый цветок, значит, ему нужно придать форму, с чего мы пойдём. Любую розочку, когда мы берём, она имеет форму конуса, правильно? Значит, мы к этому сейчас и будем стремиться. То бишь первый лепесточек пошёл. Ну, обычно делают пять лепесточков, ну, когда три, когда маленький овощ. Всё зависит от того, как вы это видите. У меня будет пять сейчас. Вот. Опять же, резать можно по-разному. Можно сделать и волнистые цветы, вот лепесточки совсем. Там просто нож идёт волнообразно, и получается необыкновенно красиво, как будто драненький лепесточек такой. Можно просто прорезать лепесточки, как будто они только-только открываются. Так что тут опять просто идёт фантазия и первый взгляд. Сейчас мы первый ряд лепесточков уже практически дооформили, завершаем. А вот что самое необычное делали? Что-нибудь такое, что прямо запомнили? Может быть, заказ какой-то был, или кто-то попросил? Ну, заказ. Мы оформляем иногда свадьбы достаточно серьёзные, и там бывает, что каждую тарелку приходится оформлять карвингом. Это достаточно серьёзно, но приходится иногда фантазию. Потому что если очень большой заказ, и надо его очень быстро сделать, значит, нужно просто подумать, из чего это сделать, чтобы потратить меньше времени, но и чтобы было это достаточно достойно. А из чего вот эта птичка, кстати? Птичка из дайкона. Дайкон, я говорю, необыкновенный овощик, который можно использовать в любом виде. Вот, пожалуйста, вам репочка. И получился уже вот хороший, красивый цветочек. Вот. По поводу яблочка я расскажу. Вот есть у нас яблоки в каждом доме, я думаю, что и это не проблема приобрести яблоко. Но вот у меня просто был случай один, когда молодой человек делал предложение своей невесте, когда ему вырезал шкатулку из яблок. Это было достаточно интересно, потому что он открыл, там лежало кольцо. А так вот, если из яблока сделать шкатулку, можно её наполнить ягодой, можно наполнить фруктовым салатом. Главное тут, наверное, развивать воображение, да, стремиться. Конечно, да. Нужно просто взять овощ в руки, посмотреть, что ты из него можешь сделать. Пусть это первый раз будет некрасиво. Пусть это будет, главное, не падать духом. Главное, не отходить от той мысли, что тебе это нравится, тебе хочется это добиться. И если это будет так, то тогда, в принципе, вы достигнете того, что есть. Вот я, в принципе, приглашаю всех людей на наши курсы, потому что это интересно. Мастер-классы детские, вот просто с родителями приходят. Дети вообще очень любят работу ножами, дети любят работу... Сейчас вот Новый год, вот я им показываю, снеговиков мы режем, птичек мы режем, да. А снежинки какие-то даже делаем, какие-то воздушные такие замки из дайкона сотворяем. У меня вот дочка моя, вот она на самом деле всегда присутствует, смотрит, как я это делаю. Не знаю, что уж из неё получится, но желание у неё есть, да. Ну что ж, спасибо вам огромное, удачи. И вот такой красоты много-много-много, чтобы радовало окружающих. Ну и вас, конечно, обязательно тоже. Ну а нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня была Валентина Маликова, ресторатора, корвингиста. Программа «Городские встречи». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова